Всем привет! В этом видео покажу, как не надо делать столб. Две ошибки. Первая. Он слишком тонкий, и поэтому даже мизинцем он колыхается. И вторая ошибка. Профиль и труба не годятся для столба, потому что это не конструкция. Вот как нужно сделать столб. Здесь используется арматура, четыре жилы. Внутрь заливается бетон, и тело бетона приблизительно миллиметров 15 на 15. И у нас получается внутри железобетонный столб. Трубу я не стал вырезать, пусть остается. Труба хорошо зажата, зафиксирована. Но за счет большой массы столб не держится. И столб мы чуть-чуть расширили вот этот, потому что заказчик хочет, чтобы проем был шире. Обычно такие столбы в полтора кирпича строятся. И внутри оставляем отверстие, ну там получается где-то 14 на 14. Плюс недостаток фагота, он еще без дырок, плохое сцепление. Вот этот кирпич у меня американец идет, и идет сцепление хорошее. Вывод. Столбы кирпичные надо делать обязательно внутри. Арматура. Ни профиль, ни труба не годятся. И ширина их должна быть нормальной, чтобы внутри поместилось нормальное тело для железобетона. То же самое и в заборе, когда вы делаете. Видите, даже маленький столб, и он имеет такую способность качаться. Это при учете, что еще зажато быльцами вот это перила. Они тоже связаны со столбом, держит и дерево. То есть этот столб мы сейчас перекладываем и делаем как положено. Если используете трубу или профиль, даже столбик, когда в полтора кирпича, он все равно точно так же будет качаться. Вот с фагота я видел на заборе, подошел, толкнул, и он еле-еле держится. Поэтому надо использовать железобетон с арматурой. И тогда будет хороший стол и хороший забор. Пока. В этом телефоне мы увеличим мощность батареи, поменяем ее на 30%. Это в теории, по цифрам. Но скорее всего раза в два увеличится емкость батареи. Потому что здесь стоит родная батарея, литий-ионная, но она не такая хорошая. Будем менять это поновее. Литий-полимерная батарея. И у этой по цифрам 2200 емкость.